Добрый день, у микрофона Мария Кожевникова, в гостях у нас директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. Дмитрий Игоревич, добрый день. Добрый день. Ну, в конце года принято либо подводить итоги, либо говорить о планах на будущий год. Итоги мы с вами не так давно подводили, причем итоги работы не за год, а за целых три года работы МУП «Водоканала» в Кирове. Сейчас тогда давайте о планах поговорим. Ну и в первую очередь об инвест-программе, причем это планы не на ближайший год, а на целых 10 лет. Это программа, которая была создана, я так понимаю, не так давно и запускается как раз в следующем году, да? Да, да, абсолютно верно. То есть как раз в эти три года, которые мы занимаемся поставкой воды в город Киров, мы занимались обследованием системы, находили слабые места. И на основании вот этих вот обследований создана иная программа. 30 октября этого года, 22-го, она была утверждена. Министерством ЖКХ Кировской области и с 1 января 2023 года начало ее реализации. Срок реализации 10 лет. Ну вот смотрите, я правильно понимаю, что три года МУП «Водоканал» основной поставщик воды в Кирове, да? И вот эти три года в первую очередь деньги приходилось вкладывать в то, чтобы привести в порядок то, что в наследство досталось. Да, все верно. Все верно. Все были текущие мероприятия, то есть мы выходили на какой-то базовый уровень, да? То есть мы на него вышли. А сейчас надо думать уже о развитии, об улучшении. Пришло время. Пришло время. Посмотрела цифры. 2 миллиарда 600 миллионов по водоснабжению и 5,5 миллиардов на водоотведение. Да, все верно. Почему на водоотведение в два раза больше? Ну потому что в водоотведении у нас запланирована полная реконструкция очистных сооружений канализации города Кирова. Это достаточно капиталоемкие мероприятия, поэтому тут именно это мероприятие тянет за собой всю стоимость, да. Ну вообще любому потребителю, да, я не знаю, или это такой менталитет, главное, чтобы вода в крайне чистая, да, а что уже там дальше побежит, без разницы. Ну для нас немножко не так. Для нас это вот мы из реки забрали воду и в реку вернули. Вот для нас процесс это один, поэтому мы его не разделяем. Для нас это один процесс. Ну давайте теперь о самой инвестпрограмме. Какие главные задачи? Ну задачи главные какие? Повысить качество услуг. То есть вода должна быть качественная 24 часа в сутки для всех жителей города Кирова, на всех территориях. Это главная задача. Вторая задача, это, конечно, экология. То есть надо думать об экологии. Это качество очистки тут важно. И третья задача, конечно, это уже наша внутренняя задача, это повышение эффективности деятельности предприятия. Это полная автоматизация деятельности. В конечном итоге это экономия затрат. Давайте тогда по очереди пойдем, да, по ним. Первая задача это чистая вода в городе. Какие основные мероприятия будут привезены? Самое главное мероприятие для города Кирова непосредственно это реконструкция очистных сооружений в Корченкино. То есть это полная реконструкция станции, это реконструкция первого подъема, второго подъема, это реконструкция блок-фильтров, где очищается вода. И главная цель этой реконструкции это минимизировать количество всех возможных реагентов и обеспечить запас по качеству воды в любой период года. То есть вот это самая главная задача. Вода должна быть качественной, независимо от паводок, зима, морозы, лето, жара. Вода вся должна быть стабильного качества с минимальным количеством реагентов, чтобы вкус у него был природный. А вот технически это сложно объяснить? Ну то есть вот что нужно сделать для того, чтобы... Ну я так скажу, это сложный термин, то есть мы хотим, если про блок-фильтры говорить, две основных вещи. Это система автоматического контроля качества воды и система автоматического дозирования реагентов, чтобы система сама понимала, сколько реагентов добавлять в зависимости от качества воды. Тем самым излишки реагентов уходят. И второй важный момент. Мы хотим установить так называемые тонкослойные модули. Они даже стояли в свое время на первом блок-фильтре еще в 1937 году. Вот мы тоже самое к этому возвращаемся. Что это дает? Это дает длинный путь отстаивания воды, и за счет этого вода в принципе сама себя очищает. Поэтому минимум реагентик. И на выходе мы получаем чистейшую воду. То есть автоматически все происходит, а дальше уже люди в лаборатории следят за тем, что... Даже не в лаборатории. Мы ставим датчики, которые автоматически определяют каждый показатель онлайн. В режиме мы будем видеть, какое качество воды сейчас на входе и на выходе. А раньше вручную это все? Ну сейчас лаборатория этим занимается. По пригороду мы будем работать. То есть это в Ленгасово есть, часть там мероприятий по реконструкции очистных сооружений. И вот я про город Киров рассказал, глобальные мероприятия. И по всем точкам в городе все проблемы, которые существуют в рамках программы, должны быть решены. Через 10 лет, это уже крайний срок, то есть это раньше будет эффект, вода будет соответствовать САМПИНу, требованиям в полном объеме. И наша задача обеспечить жителей города Кирова качественной водой. Всех. 100%. Еще о каких-то, может быть... Да, по воде важно еще, да, что сказать, что, конечно, это вопрос у нас Радужного Нововятска, да. То есть в нашей программе предусмотрено ряд мероприятий, которые обеспечат качество воды в Нововятском районе, именно артезианской воды. И даже первое мероприятие уже в 23-м году будет в Нововятске. Это основной вот забор ЛК-лыжного комбината, там будет реконструкция небольшая, и там мы должны обеспечить качество воды. И, в принципе, я надеюсь, что мы уже, условно, в следующем году, к концу года будем иметь в Нововятске полностью везде качественную воду. Это вот как раз мы с вами в прошлый раз говорили о том, что артезианские сважины. Да, да, да. То есть там мы именно направлены. Плюс параллельно мы занимаемся оценкой запасов, мы говорили, да. То есть там уже будет по факту смотреть. Мы сейчас воду сделаем, а тогда дальше будем смотреть. Если оценка запасов подтверждает качество воды и объем воды, то все хорошо. Если нет, то будем думать дальше. Но тут вопрос, это уже отдаленных дней. Сейчас наша задача в текущем периоде получить качественную воду из существующих источников. Посмотрела, что у нас строительство сетей и водоснабжения выделяется почти миллиард. Это федеральная программа, да, которая сейчас обсуждается, которая сейчас совместно с Министерством ЖКХ Кировской области и Министерством ЖКХ Федеральным мы прорабатываем. Да, там за два года, 23-24, даже больше, миллиард 200, по-моему, там будет направлено именно на реконструкцию сетей. На реконструкцию. То есть цель этой программы – реконструкция сетей. Замена старых. Да, и там стоит целевой показатель – 120 километров сетей за два года. Для понимания, это, например, во всем Коминтерне, правообережная часть, да, всего 60 километров сетей. Это масштаб. В Радужном порядка 30 километров сетей. То есть это масштабы каких-то, 120 километров сетей. Но это по всему городу будет. Это весь город, да. Часто говорим о том, что вода, идя по трубам, загрязняется, да, и как бы мы её не очищали на сооружениях очистных, качество, может быть, в крайне уже не то. Вот как раз речь о том, чтобы и здесь качество улучшить. Это называется вторичное загрязнение, да. И это, в том числе, и вторая причина, для чего это делается – это снижение аварийности услуг. То есть новые трубы, соответственно, отсутствие аварии. И бесперебойное водоснабжение. То есть две цели у этой программы – качество воды и снижение аварийности. А вот тут, кстати, вот у любого жителя, наверное, сразу вопрос возникнет. Есть ли такие масштабные работы на сетях? Ведь это отсутствие воды частое в городе, раскопки. Ну, отсутствия воды нет. В этом случае всегда предусматривается параллельная запитка абонентов. То есть абоненты без воды не могут жить. А раскопки – да. Ну, как это говорится, стройка на время, а трубы навсегда. Ещё один вопрос, который часто мелькает в интернете. Люди жалуются на то, что вода в трубах промерзает. Это, я так понимаю, в сельских каких-то территориях. Этот вопрос тоже в рамках инвесторограммы, я так понимаю, будет решаться. Да, вот там эта проблема у нас была два года назад. То есть это, да, в основном пригород, частные дома. То есть трубы заложены на ненормативной глубине, то есть менее двух метров. Соответственно, конечно, земля промерзает, и трубы промерзают. Расход маленький. И в программе все эти проблемные точки, которые были тогда, в 2020 году, в 2021, они сейчас в программе нашли свои отражения. И в течение трёх лет у нас перекладка всех этих труб, которые замерзают, на ненормативную глубину она предусмотрена. В течение трёх ближайших? Да, в ближайших лет трёх, да. Второй пункт – это экология. Да, экология. И это, я так понимаю, работы на вводоочистных сооружениях уже канализационных. Да, да, да. Это как раз правильная экология. И тут у нас три больших, ну, я говорю, мероприятия больше, я говорю, основные мероприятия называют. Три больших основных мероприятия. Это, конечно, реконструкция очистных сооружений канализации города Кирова. Объект по классификации – это первая категория вреда окружающей среде. Большой объём, большущие очистные сооружения. Поэтому мы обязаны по закону по федеральному до 2030 года обеспечить качество очистки соответствующей наилучшим доступным технологиям. Соответственно, мы должны утвердить комплексное экологическое разрешение, чем мы сейчас занимаемся, и реконструировать. Семь лет на это даётся. Вот, соответственно, мы, зная эту проблему, что есть такое требование, мы в НС-программу заложили каски реконструкции сразу. Тут сразу говорю, что мы надеемся получить федеральное финансирование, потому что стоимость реконструкции очистных сооружений, она колоссальная. Экономика предприятий в текущем виде, она не сможет обеспечить реконструкцию. Но мы взяли на себя обязательство сделать проект по реконструкции полной и пройти государственную экспертизу. Срок разработки проекта — это 2023-2024 год. То есть к сентябрю 2024 года мы должны получить положительное заключение государственной экспертизы. Проект мы будем делать на полную реконструкцию очистных сооружений. Каждый блок будет реконструирован. Минимизирована площадь иловых карт. Мы хотим практически от них отказаться. То есть это тоже экология, это и воздух. То есть обеспечить качество очистки стопроцентной, чтобы вода в реку Ленгасово, Доройниче и Ленгасово. Поэтому мощности ленгасовских очистных сооружений хватит на все 4 населенных пункта. И плюс есть жалобы жителей из Доройнича, из Захарича, да, особенно из Доройнича, потому что очистные сооружения находятся в фактической середине населенного пункта. И люди жалуются, не хотят под окнами видеть. Мы с ним согласны. То есть там долгая история, почему так получилось. Там мы хотим закрыть все очистные сооружения, перевести все источные воды именно в Ленгасово и реконструировать ленгасовские очистные сооружения. И не останется только одни очистные сооружения на весь куст. Это второй большой проект. И третий большой проект, это Коминтерн, конечно, правообережная часть. То есть там существующие очистные сооружения, они уже выработали свой ресурс. Реконструкция их невозможна в силу отсутствия вокруг свободной земли. Плюс там все-таки стройка идет, и сейчас уже нехватка на самом деле мощности. И там мы планируем перекинуть источные воды с правого берега налево. То есть Дюкером под Вяткой пройти и прийти на городские очистные сооружения. А там ликвидируются очистные сооружения. Мы, получается, лишний сброс уберем в Вятку. Ну, то есть это хорошо. И плюс, конечно, мощность появится. Это обеспечение и будущего технологического присоединения, и развития жилищного строительства и тому подобное. Поэтому тут двухзайцев мы убиваем. Это все одновременно будет происходить или сначала в Кирове? Так, в Кирове проектирование, ренгасовое проектирование там начинается с 2025 года. Коминтерн тоже с 2025 года. То есть сейчас везде проекты долгие, то есть два года на проектирование. По третьему направлению работы, которая, как вы сказали, по повышению автоматизации и еще, я так понимаю, по энергосбережению. Вот здесь какие работы будут? Да, здесь мы уже начали. То есть мы уже долго выбирали программы, на которой мы будем делать. Выбрали программу белорусских производителей акватории. Достаточно интересная программа. Работает во многих водканалах Российской Федерации. Сейчас мы основные станции уже подцепили. Наша задача, чтобы все станции были в едином информационном контуре. Преусмотрена реконструкция всех сооружений и насосных станций канализации, и насосных станций водопровода, собираем в единую сеть, в единый центр управления. Диспетчерские мы создаем, которые онлайн в режиме будет управлять системой водоснабжения. Это даст, во-первых, оптимизацию производственного персонала. Тут, наверное, как скажем, переформатирование будет. То есть если сейчас нужен слесарь, там нужен будет сотрудник КИПа, который будет заниматься большей автоматизацией. И второе, конечно, это даст экономию и электроэнергии, и улучшится качество услуги, в плане чего, что система будет регулировать давление в сети, и напор воды у потребителей будет нормативным. То есть не будет передавливать, не будет недодавливать. То есть это тоже качество услуги. Не только вода должна быть в санк-пин, соответственно, но, соответственно, быть нужным напором в нужное время. Правильно? В любую часть. Это тоже влияет на это. Тут ведь еще не только важно, как у людей в кране вода бежит, а не рвутся ли трубы из-за лишнего напора. Вот, да. Лишнее давление – это, конечно, больше порывов. То есть тут нужно найти золотую середину. И мы поэтому на помощь призываем автоматизацию, которая система будет по датчикам определять, то есть какой напор лежать, сама будет управлять насосами. А вот начали уже с вами за эфиром говорить вообще, насколько просто или сложно найти в России такую компанию, которая вот эту вот всю автоматизацию может спроектировать, придумать, а потом еще и такую компанию, которая все это воплотит. Ну, по автоматизации еще, наверное, найти-то можно, а вот если мы говорим про проектирование больших очистных сооружений, которые мощностью там за 200 тысяч кубов в сутки, конечно, это уже на пальцах одной руки пересчитать. Вот их там 3-4 организации в Российской Федерации, потому что строить – это одно, а вот именно сделать проект на технологии, чтобы эта технология потом работала и обеспечила нужное качество очистки, это достаточно сложно. И тут важный момент. Надо искать партнеров, которые опытные, и главный критерий для оценки партнеров у нас будет именно опыт. Опыт, что они уже это делали, и это работает. Но, смотрите, ведь может сейчас у слушателей возникнуть вопрос, а сейчас-то что в вятку сбрасывается? Настолько все плохо, что надо такую работу провести? Тут надо сказать, что сейчас законодательства разные. То есть через 7 лет накратно ужесточается именно качество сброса. То есть я говорю, что в 30-м году мы должны обеспечить сброс на уровне наилучших доступных технологий. Сейчас мы сбрасываем, есть разрешение, вопросов нет. Но через 7 лет будет намного жестче требование. И поэтому государство стоит 7 лет сроков всем привести в соответствие. И потом будет уже требовать именно того качества, которое должно быть. Сейчас в нормативе сегодняшнего года? Да, да. А мы говорим про будущий норматив, который будет. И там он намного жестче, в разы жестче, чем сейчас. По очередности выполнения мы поговорили уже с вами. Ну, давайте еще раз вот четко. То есть первое, если я правильно поняла, начинаем с реконструкции... Очистных сооружений водопровода. И сетей тоже водопроводных. И канализация. То есть если мы говорим про 23-й год конкретно, то это начало реконструкции 6-го водовода. Это водовод, который идет по улице Володарского. От Красноармейской до Герцена. Это остался старый участок водовода. Это самый первый водовод в городе, он там 60-х годов. Конечно, он изношен, вот его надо заменить. И это начнется с работы в 23-м году уже летом. Реконструкция очистных сооружений водопровода. 23-й год. То есть система автоматического контроля 23-й год. И начало реконструкции, установка накослонных модулей 23-й год. И большой коллектор, главный коллектор города от главной насосной станции до очистных сооружений. Это 5 километров, труба 1400 диаметра, метр сорок. Одну ветку мы в этом году заканчиваем. У нас вторая ветка. И вот мы вторую ветку начинаем делать. Это мероприятие направлено именно на надежность. И мелкие сети, мелкие сети. Ну, сейчас мы в начале января дадим конкретные адреса, потому что сейчас как раз программа в утверждении федерации. И там как раз перечень у нас немножко меняется. Поэтому сейчас, когда устаканится перечень, мы всех оповестим, на какую улицу, в какой срок будет. Мы порядка 20 километров в 23-м году. Это мелких сетей. А как вообще выбирали, что в 23-м сделать, а что, допустим, в 27-м, в 30-м? По эффекту. Для жителей, для экономики. То есть все, что эффективно, все, что необходимо сейчас. То есть тут вопрос с аранжиром. То есть, например, есть мероприятие по строительству водовода резервного Варенгасова. Да, это нужное мероприятие. Но оно, не скажешь, только прямо горит сегодня. То есть оно по СНИПу положено. Но без этого можно жить. А вот, например, шестой водовод надо реконструировать сейчас, потому что это частые утечки в центре города. То есть это проблема. Это основной водовод, который питает центр города. То есть это важно. Поэтому тут вопрос аварийности и необходимости. Все, что терпит, это все дальше. Это нужно, но терпит. Поэтому это немножко подальше. Всё, что уже не терпит, это в первые годы. Там, где рвётся, там, где тоньше, да? Там, где тоньше, да, чтобы не усугублять ситуацию. Поэтому там, и как мы выбирали сети, например, вот эти маленькие, да, 60 километров, мы выбирали их по аварийности. Там, где больше аварий, те сети, в первую очередь... Есть сети, которые старше, но там не было ни одной аварии за три года. Ну, не надо трогать там, где не чешется. А есть сети новее, но там часто утечки. Поэтому эти сети, в первую очередь, в замену. Ну, вот мы уже поговорили с вами, наверное, об основных итогах, которые ожидаются от инвест-программы. Давайте ещё раз. Время как раз у нас к концу подходит. Подведём итог, может быть, потому что о технических вещах можно много говорить, да? А вот какие самые основные результаты мы сможем ощутить от реализации вот этой инвест-программы? Ну, вот первое, по моему мнению, это кратное улучшение качества воды. Причём данная качество, она и сейчас соответствует качеству, да? Но мы говорим больше уже про органолептические свойства воды. То есть это людям должна больше нравиться вода. То есть, опять же говорим, чем меньше реагентик, тем вкуснее вода. То есть это больше органолептические, да? Мы решаем свою проблему, именно запас прочности по качеству. Но для людей это именно изменение, именно ощущение вкусовых качеств воды. То есть второй момент. Это отсутствие отключения воды, что тоже важно, да? В любую секунду. Это главные, главные вещи, да? Но экологию сложно заметить, да? Но при этом, как бы, в любом случае, есть вопросы по экологии в городе Кирове. Это там эти запахи, как бы, да, всё. Да и даже вятка, да, все хотят, чтобы она была чистая. Это вроде как второстепенно, но это качество среды в целом, жизни, да? То есть экология – это качество жизни в целом. Поэтому, наверное, тут конечное только это улучшение качества жизни жителей. Ну, я, конечно, тоже грубо сказала, когда сказала, что вроде бы, главное, чтобы чистая вода была в кране, а дальше без разницы, да? Потому что всё равно и сознание меняется, и к 30-му-то году оно ещё сильнее поменяется у всех. Поэтому качество жизни, конечно, это в целом. Ну и самый, наверное, главный вопрос, который слушателей волнует – не поднимется ли резко плата в связи с такими большими вложениями? Влияние инвест-программ на тариф нет. То есть тариф увеличивается, это за счёт инфляционных факторов в общих методиках, но непосредственно влияние инвест-программы на тариф нет. То есть источником программы является, а, это амортизация, которая формируется в тарифах, то есть она у нас целевая становится, это плата предприятий за негативное воздействие на систему канализации и бюджетные источники. И четвёртый важный момент – это достигнутая экономия. То есть всё, что мы экономим, мы направляем на реинвестирование. То есть никакой там прибыли нормативной, ничего в тарифах участвовать не будет. Поэтому непосредственно влияние самой программы на тариф нет. А бюджетные источники, как я правильно услышал, это в первую очередь участие в федеральных программах. Федеральных программ их много, их много, их много программ. Да, там сложно принять участие, там очень много документов, но это наши проблемы. Мы считаем, что инфраструктура, она слишком большие вложения, то есть сам тариф не окупит эти вложения, потому что не получится. Поэтому тут без бюджетного финансирования сложно будет обойтись. Это был ответ на вопрос о деньги, откуда. Спасибо, Дмитрий Георгиевич, за разговор, подходит к концу наша программа. Думаю, что в течение ближайших десяти лет мы ещё не раз поговорим более точечно. Сейчас мы попытались в общем рассказать, что ждёт нас. Да, мы даже сейчас с Нового года хотим по каждому мероприятию сделать небольшую статью, видеоролик и рассказать, как есть, как будет. Это в течение первого квартала. Мы хотим по каждому мероприятию отдельно сделать и выпустить. Где-то в интернете донести до своих жителей. Напомню ещё раз, что в студии у нас был Дмитрий Ухин, директор МУП «Водоканал». Спасибо большое за разговор. Спасибо.